приветствую всех настоящих ценителей бокса у меня сегодня дорогой гость виктор елымов с канала студия бокса виктора елымова виктор приветствую тебя андрей привет и мы с виктором решили созвониться по горячим следам и обсудить очень горячий очень спорный поединок жанна кособутского против эфе аджакба потому что одна голова хорошо 2 лучше попытаемся сейчас виктором вместе разобраться что же конкретно в ринге произошло виктор и я хочу спросить сразу у тебя во-первых что ты ожидал от боя вот еще до самого поединка были ли у тебя какие-то прогнозы следил за каждым спортсменом по отдельности ну и так далее начнем с того что вот этот бой когда увидел что его огласили мне стало действительно интересно потому что парень с нигерри бьющий высокий такой чем-то даже похож на уайлдера и жанка сабуцкий из казахстана у него там я не помню сколько боев 0 поражений очень хорошая любительская школа и где-то я читал что он доставлял проблемы саму усику спарринг-сессия да и даже его кажется также сажал по корпусу я не знаю если это правда вот ожидания были на самом деле никаких там прям ожиданий не было то есть мне было интересно просто это интерес кто уже выиграет и этот бой я утром сразу проснулся мне сразу захотелось посмотреть увидеть результат честно я не находил результат то есть андерсон боксировал с руденко да если не ошибаюсь да да сразу есть результат хотя это главный бой вечера то есть я такой думаю ищу ищу смотрю нигде не нахожу а потом вижу что джагба выиграл там 18-1 у него уже и выиграл дисквалификации я такой блин почему где начал искать смотреть в топ рамки там 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 не могу найти потом уже написал на ютубе нашел бой посмотрел там качество такое плохое было и хорошо что у тебя вот в телеграм-канале я нашел качеством реально очень крутое качество такое прям и загружал старался вырезал пиратил 4 минут 4 раунда я посмотрел и вот это было такое у меня в голове такой знак вопроса что я посмотрел вот но об этом сейчас попозже что думал ты по кто думал будет фаворитом выиграть да виктор спасибо за вопрос но у букмекеров довольно сильным фаворитом был именно боксер из казахстана жан косабуцкий и причем коэффициент на джагбу постоянно рост то есть это значит что его что жанна прогружали ну короче публика в мире больше почему-то верили именно в жанна косабуцкого и более того меня даже смутило высказывание боба арома он так ни с того ни с сего тоже дал интервью и говорить такой ну можно допустим сказать типа там пускай победит сильнейший а он только говорит а вот типа если жанка сабуцкий выиграет то я не удивлюсь и откуда ну а зачем он то говорит может быть он намекает на что-то но короче верил я изначально в победу от жаг бы даже много ставок на него сделал я увлекаюсь азартными ставками три раза потому что раз поставил на джагу по подростка и все еще раз поставил еще коэффициент еще раз поставил но тем не менее то есть как в итоге бой сложился меня это удивило конечно абсолютно потому что я ждал совершенно другой поединок я ждал что начало будет более-менее конкурентным а дальше просто эти гиганты высокие они если грамотно действуют используют свой рост то 12 раундах ну короче они там джеб джеб двое клинч и в общем обычно во вторую половину забирают стабильно а ну и то есть поэтому думаю что если а джагу вначале не пропустит топ по сути просто выиграет но увидели мы вообще какой-то треш опять же нет конечно верно слово некрасивая короче увидели мы очень такой бой какой-то непонятный то есть спортсмены друг друга били низковато да и а джагу бил так и непонятно главное как он бил потому что там каждый раз показывают не то чтобы друг напротив друга спортсмены а то а с одного спина то у другого спина и как бы не видно физически не видно то есть все эти удары что а джагу бьет куда-то в корпус жан показывает типа низко и морщится и рефери показывает все нормально продолжайте и все эти как бы эпизоды так там не видно то есть там смотришь куда ударил а там не видно физически контакта не видно то есть и вроде как действительно а джагу попадала немножко низковато а жан был как бы этим возмущен и он уже как бы специально умышленно ударил ну конкретно уже там между ног как бы несколько раз причем и на третий раз рефери говорит что все пора заканчиваясь и жана дисквалифицировал и вот я хотел спросить у тебя как ты считаешь вообще кто прав кто виноват то есть почему вообще так получилось настолько необычно ну начнем да вот с того самого начала что эфе от джагба боксер топ ранка и ну касабуцкого привезли из германии он под универсум понятно что как бы все будет на стороне эфе от джагбы хотя аром сказал вообще иначе но именно работа рефери в ринге меня вызвала вопросы если там в первый раз например сняли уже на касабуцкого очки второй раз я считаю там допустим нужно было снимать у него же и там у эфе от джагба но так как бы все шло в одну сторону этот от джагбы как бы пользовался этим и бил дальше туда да там удары скользили по локтям и заходили ниже по пояса вот но опять же я честно говоря был очень сильно удивлен зачем он туда ему бьет если он и так низкий и туда нужно подсесть чтобы нормально засунуть а он просто какие-то такие прямые удары кидал или и как снизу и удары все равно косились вниз по ниже пояса в свою очередь джанка сабуцкий наверное не смотрел бой ломаченко солида как бы ломаченко там может быть из 40 ударов ниже пояса один раз может быть апеллировал говорил что его ударили он же весь бой вел и он не показывал вообще ни разу там что вот меня бьют меня бьют он боксировал он понимал что там ты против него что ну не дождешься там помощи и как бы если у тебя уже сняли два раза очки то это уже как бы третий все дисквалификация и все равно он повез а почему в углу его не успокоили я не понимаю честно говоря как детский садик почитал некоторые комментарии что в чем отличаются вот чемпионы да вот типа средняков назовем их так то есть чемпион на это усик который перетерпел собрался и пошел и выиграл да а этот скажем ударил его ударили и он отвечает обратно ну типа детский сад вот наверное где-то правда здесь есть поэтому для меня очень странно то есть жанка сабуцкий в америку выехал должен был показать какой-то красивый хороший бой чтобы продвинуть свою карьеру но очень очень блекло ничего интересного еще и дисквалифицировали поэтому я я не вижу на него дальнейшего развития как бы я думаю в америку его больше не позовут так что опять же здесь есть вопросы и к рефери и конечно к жану к сабуцкому ну а вот аджак бы конечно сыграл такую роль актерскую там как будто бронепоезд проехался ниже корпуса он так порчился что аж мне больно стало поэтому такой бой не интересно ни о чем поэтому так мысли мы накидали вот вот что ты думаешь вообще и в итоге да да виктор как ни странно очень много мыслей во первых хочу обратить внимание зрителей что виктор он в прошлом в недавнем прошлом профессиональный боксер и обратите внимание как рассуждают профессиональные боксеры то есть допустим фанаты бокса аналитики бокса там тренера может быть они типа этот его так ударил то так это там защитился сяк виктор как профи боксер он сразу говорит что этот с компанией топ рэнк бой делается компании топ рэнк вот этот с компанией универсум то есть поэтому как бы все типа за бойца топ рэнк да то есть этот взгляд профессионального боксера что к сожалению такова реальность современного бокса а именно по поводу ударов ты знаешь я прямо как загадку отгадал но по сути ты уже это озвучил то что удары соскальзывали то есть смотри была такая мысль получается действительно что эфия джагба бьет низковато и нужен возмущается то просто ощущаешь что удары попадают низко и он возмущается но тут возникает вопрос это вообще странно что высокий боксер типа бьет ниже пояса но бред какой-то да то есть обычно наоборот ну то есть ему и так неудобно низко бить это первое второе никогда эфия джагба правила таким образом не нарушал и никогда он никого систематически ниже пояса не бил то есть это явно как бы не умышленно почему так получается и ты знаешь там постоянно были когда повторы там не видно там каждый раз показываются спины и один повтор был удачный сбоку и там прямо сразу все раскрылось очень как ты сказал удара соскальзывал то есть а джагба бил правильно он пил по корпусу но как бы к сабуски он часто делает ну типа как блок такой да то есть он локти ставит и он опять же вот если взять линию пояса то кто-то защищается как бы ну стандартно у него примерно такого положения руки а жан он как бы сам группируется и у него угол такой вот то есть угол может быть руки такой это один его удар чисто входит а может быть угол такой вот у жара такой и получается удар попадает ну допустим идет сплетение там или куда-то и так как угол именно такой угол руки у жана такая защита что удар соскальзывает рикошетит и попадает ниже пояса и то есть получается никто не виноват все правы то есть жан имеет право это руки так держать защищаться он имеет полное право а джагба имеет право так бить тоже имеет право но в итоге произошло то что произошло и просто ну реально какой-то трэш такое вот как бы необычное сочетание даже грубо говоря непонятно что делать если с ними провести реванш то получается у жанра кособутского есть привычка к такой защите так и другие люди кто им будут корпус пробивать у них также будут соскальзывать они будут правы но как бы и жан будет прав потому что он ничего не нужна тем более и вот как бы ну настолько вот необычно получилось как-то так вот момент у меня был сейчас 3 это кажется мой бой по профи я боксировал у себя дома получается в молдове или 4 был не помню несут да кажется 4 4 бой я боксировал с грузином у меня рост метр восемьдесят два 83 грузин где-то был метр семьдесят пять может быть семьдесят четыре вот кому это интересно я боксировал до семьдесят шести и два весовая категория и грузин то есть я при том что я боксировал дома грузин настолько грязно боксировал пусть он меня белый головой и по затылку и ниже пояса в общем то есть я за весь бой да я там где-то может быть скинуть ссылку кому будет интересно ни разу не апеллировал рефери то есть я в какой-то момент пытался закрыть и ниже поясом и голову я не знал уже как защищаться в общем от него то есть я его как бы разбивал но так как у него ничего не выходило он уже применял как бы грязную работу то есть в один момент но он действительно очень сильно попал так уже ниже корпуса в наглую да и за весь бой получается все что я провел рефери не снял ни разу с него очки ни за удары по затылку ниже корпуса но при этом я как вот боксер да могу себя называть чистым боксером я рука не поднималась чтобы как бы зарядить ему туда же обратно я не мог этого сделать и как бы то есть я не апеллировал весь бой довел да смазал может быть концовку потому что как бы бой такой очень грязный но я выиграл вот если кому интересно будет может посмотреть слушай виктор я у тебя хотел спросить а вот почему так получилось что тот боксер из грузии ну наверно там не со зла может как-то у него так случайно получилось но систематически нарушал правила и больше проходил на твоей территории а как ты сам считаешь почему рефери это мало пресекал ну во первых что грузин скорее всего бил так потому что у него не было других вариантов выиграть у меня да то есть только таким образом или просто ну рефери просто некомпетентный оказался о вот и ответ понял некомпетентный рефери понял он просто настолько наверно переживал нервничал что не знал что делать в этих ситуациях и так он даже ни разу замечаний мне показывал так там где-то сбоку показал оружие то есть ну вот для меня это было такой нонсенс и вот в этих боях у меня как бы в голове так ну значит надо уметь совладать собой и готовым к таким боям быть таким сюрпризом и и все как бы не нужно никому апеллировать нужно как бы работать ну не собраться и работать другого варианта нет вот и собственно вот вернемся к бою ломаченко солида но это вот вот он профессиональный босс ломаченко понял что такой профессиональный босс в этом бэй и сожалению там проиграл но это же караул это же не справедливо не честно да будем завершать обоим спортсменам выражаем уважение и желаем хорошего развития карьеры ну а джак бы понятно у него карьера и так хорошо идет а жанка сабутский вот поехал в америку не совсем удачно сразился но опять же время покажет будем надеяться что жан себя еще проявит потому что боксер талантливый и с очень необычной нестандартной техникой всем спасибо всем спасибо всем добра